50 грамм Faster Than Light, 50 грамм Darkest Dungeon, сок Лайма и хорошенько взболтать. Так вкратце можно описать концепт игры Home Behind номер 2. Тут есть и большая карта со случайными событиями из первого и боевые элементы из второго, но смешав далёкое будущее и фэнтезийное прошлое, на выходе авторы получили условное настоящее. Но куда можно поместить такую реактивную жанровую смесь? В регион, где всё неспокойно. Регион вымышленный, хотя мы посмотрим насчёт этого. Всем привет, с вами Вирджил и это обзор на Home Behind 2. Итак, это рогалик с тактическими боями, как в Darkest Dungeon. В основе Home Behind лежит исследование локаций, где ваша команда передвигается ровно в одном направлении, слева направо, и вы можете лишь сделать санитарную остановку или сменить рысцу на голоб, но повернуть назад нет. Знаете, что мне больше всего напоминают променады в Home Behind? Есть такое развлечение, когда вы берёте пустой мусорный пакет и по ходу движения по своему маршруту собираете в него то, что отсталые гуманоиды не смогли донести до урны. Обычно такое ещё подкрепляют фотоотчётом на фоне мешков. Чем больше чёрных пакетов, тем больше лайков и интернет-кармы. Так вот, в Home Behind вас ждёт абсолютно то же самое. Только здесь можно бегать группой до четырёх человек, чтобы точно ничего не пропустить. Иногда вам будут попадаться группы тех самых сорящих гуманоидов, и они будут стараться разорвать ваши мешки и отправить вас домой. В серии авиаэкшенов Ace Combat авторы хотели создать историю про современный конфликт, но предпочли слегка завуалировать название стран, чтобы никто ничего не понял и не подумал. Вроде и про политику и современные реалии, а вроде и какая-то выдуманная аниме-реальность. Зубожопия напала на руколицу. В Home Behind тоже пытаются скрыть о чём речь, но драпировки оказалось маловато. Уже с первого титульного экрана на нас смотрит кадр горящих домов, напоминающий о кадрах из войны в Сирии. Может художник использовал референсное изображение, а может и таков был запрос. Тут понятно, вот это Россия, это Америка, это Израиль, а это какие-то острова, Япония или кто-то ещё. Разве лишь один Евросоюз почему-то остался Евросоюзом. Сам диктатор сделан как максимально карикатурный персонаж, у которого и черты самодержца, и ближневосточного деспота, и кого-то ещё, а зовут его Акадула. Хотя он не напоминает смесь из Моумара Каддафи и Майкла Джексона в военной форме. Все имена персонажей, также восточные, и автор особо этого не скрывает. При всём при этом оружие здесь вполне настоящее, то есть имеет реальные аналоги. На просторах Скорийской пустыни можно встретить советский АК-47, американский М-16, французский Фатар, немецкий МГ-42, израильский УЗИ и много чего ещё. Авторство всех стволов приписано вымышленным государством, но мы всё равно понимаем, что к чему. Итак, вы попадаете в страну Скарию, которая находится где-то на Ближнем Востоке, и оказываетесь в пустыне с двумя стартовыми персонажами. Вы можете менять их характеристики и профессию в самом начале по своему усмотрению. Это Роглайк, который берёт свою часть идеи из Faster Than Light. У вас есть карта, поделённая на сектора, и цель – пробраться из одной точки в другую. Они отличаются и внешне, и внутренне наличием ресурсов и уровнем опасности. Но задача именно, что добраться до точки Б, чтобы выполнить часть сюжетного задания и получить взамен другое. А конечную цель всей кампании вы можете видеть с самого начала. Она в противоположном углу карты, где расположилась столица Скарии, и туда и надо будет попасть. С первого раза, как полагается жанру, вам этого сделать не удастся. Порвут на части и разбросают прах по ветру. На втором и третьем случится то же самое, только немного подальше. И только постепенно, постигая знакомый мира, премудрости, тактики, стратегии, а также рандома, вы сможете продвинуться достаточно далеко. Также скажется и то, что за выполнение определённых действий, особенно что касается продвижения по сюжету, вы получаете очки революционной доблести, которые сохраняются для следующего прохождения. И на них можно поднимать свои шансы на успех. Получать лучшие стартовые характеристики, у своих героев больше ресурсов, денег, лучший набор экипировки. Всё это не даёт гарантии победы, но делает начало проще и быстрее. В отличие от многих подобных игр, здесь нет внешнего деления на главы, то есть у вас перед глазами вся карта, и в теории можно сразу пойти на вы, то есть в незваные гости на чай о кодуле. Но в реальности сложность постепенно возрастает, и шансов пройти этапы, рассчитанные на 5 уровней выше, почти ничтожно. Так что в реальности здесь вы также ограничены, только границы секторов более плавающие. Вообще карта огромна, и чтобы игрок не стоял на месте и методично прочесывал всю букалическую пастораль, здесь есть два ограничения. Во-первых, герои получают меньше опыта, если сложность локации ниже их уровня, и не получают того вовсе, если он сильно ниже. Во-вторых, со временем сложность самих локаций возрастает, то есть минимальный уровень опасности поднимается везде, где-то каждый месяц игрового времени. Это означает, что и ранние точки становятся сложнее, но также, что и у будущих он также возрастает. И здесь можно оказаться в патовой ситуации, когда стало слишком сложно и момент утерян. Когда вы попадаете в точку или сектор, вам надо набрать отряд и исследовать ее, то есть пройти слева направо и достичь финишной черты. Без этого вам не дадут поехать дальше, а лишь вернуться по той же дороге. И тут несколько типов дорог и ландшафтов, которые отличаются временем путешествия и тем, что на них можно повстречать. Передвигаемся мы не пешком, а у нас есть грузовик Урал, на котором мы будем колесить по бескрайним просторам. Почему-то он представлен в несколькими совершенно разными иллюстрациями. На одной из них это чуть ли не ракета ВОЗ, на другой какой-то древний грузовик, а на третьей что-то третье. Я поражаюсь, насколько в этом плане отсутствует какое-то единство стиля. При том, что это важный элемент игры, его можно развивать, менять в нем узлы на более мощные или надежные, чтобы путешествовать быстрее. Здесь даже есть битва на ходу, как в Безумном Максе или скорее как еще в одном FTL-клоне под названием Конвой. Та игра была полностью посвящена битвам на дорогах, но здесь у вас иногда попадаются бандиты или правительственные войска на колесах, и с ними можно сходиться, вернее съезжаться в неравной схватке. При этом действуют несколько иные правила, чем во время обычных забегов. На ваш Урал можно поставить несколько орудий и поставить несколько бойцов нести боевое дежурство. Во время битвы можно стрелять по разным частям вражеской машины или же просто пытаться довести полоску целостности до нуля. Здесь повлияют дальность машин друг от друга, ну и особенности ваших орудий. А за победу вы получите груз припасов и какую-нибудь запчасть. В игре есть ресурсы, и с первого взгляда можно подумать, что вы оказались в ближневосточной компании Age of Empires. Вот смотрите, железо, дерево, золото, камни, провизия, что еще? А, ну разве тут есть топливо и электронные компоненты? Все это будет использоваться по прямому назначению. Еду в рот, топливо в бак, золото в карман. Но также и для различных бардерных сделок, и для развития нашего передвижного лагеря и построек в нем. Также все ресурсы могут понадобиться и во время вылазок по сбору мусора. Ну, мало ли, починить что-то или подарить кому-то. Самым ценным ресурсом является пища, потому что она нужна на каждом углу. Для быстрого лечения во время вылазок или в кабинете врача, для проведения раскопок, для бартера, да много для чего. Поэтому важно всегда оставлять немного на потом. Деньги можно заработать, продавая ненужное барахло, материалы можно находить на карте, а вот на провизию приходится слишком много всего. Поскольку ваш отряд будет расти, то будет расти и стоимость его содержания. Так что не удивляйтесь, когда краснорубашечники продолжат работать за одного, а начнут ей за семерых. Также полноценная диета лежит в основе успеха революции, и без нее поддержка вашей деятельности падает. Это еще один ресурс, что-то вроде боевого духа. Если вы не можете каждый день прокормить своих бойцов, то полоска снижается, а если она упадет ниже нуля, то все, сматывайте флаги, душите карнистов. На нее также влияют мелкие победы и поражения, удачные и неудачные исходы каких-то бросков кубиков, пленений врагов, захват их собственности. Соответственно, если ваш дух революции достигает определенного значения, то вы начинаете получать какие-то скрытые бонусы и особенности. Home Beehide напомнила мне и о другой известной игре, которая буквально породила жанр имени самой себя. Эта игра называется Jugged Alliance. Не так давно появилась третья часть этой самой игры, которую пытались делать последние 20 с лишним лет. Не думаю, что они знают авторы Home Beehide, но все-таки. Это была тактическая стратегия, где задача освободить страну от иго-диктатор-ши. Карта была поделена на сектора, и в каждом были свои дела. В ней был как менеджмент наемников, так и разные другие средства заработка. Разве что презентация была другая, изометрическая. Так вот, и в Jugged Alliance, и тут можно не только брать сектора, но и брать их экономику. Если там есть ферма, или нефтяная вышка, или может целая деревня, то, получив контроль над сектором, или договорившись с владельцем, вы будете получать немного ресурсов в каждый ход. Их можно улучшать и даже нанимать для них охрану. Дело в том, что помимо заранее сгенерированных отрядов, которые живут исключительно в секторах, по глобальной карте также ходят части армии, и пытаются нагнать вас, а иногда и вернуть контроль над этими секторами. И вот от них нужно защищать уже освобожденное. Победу над ними также принесет вам в копилку дополнительные очки революционной доблести. Что касается того, что происходит на картах, то основная механика это тактические битвы. Да и вообще все остальное пришло из Darkest Dungeon. Я когда сделал обзор на эту игру, в общем это обычный командный рогалик. У вас есть разные герои, разные ряды, где они стоят, разные роли, которые они играют, разные виды оружия, разные активные и пассивные навыки. Сражаются они автоматически, а вам надо лишь успевать применять скиллы вовремя. В боях они будут получать не только ранения, но и травмы, которые снижают эффективность и могут привести к потере этих персонажей. Для лечения нужны медикаменты, но вы поняли, здесь во многом просто рискин Darkest Dungeon. Вместо мечей и луков только ружьи и пулеметы, а вместо заклинаний выброс гранат и аптечек. Но по какой-то причине автор не смог придумать замены для каких-то монахов. И тут есть фракция Орден, которая выглядит как будто скопирована и вставлена с минимальной ретушью. Наверняка здесь есть и свои идеи, например глобальные заклинания, то есть тактики, которые не зависят от вашего отряда. Защитные, атакующие, бафы и дебафы, их можно применить один раз в каждом секторе. Их тоже нужно открывать и улучшать, что-то вы получаете развивая постройки на базе, что-то за хорошее отношение с разными группировками, а что-то просто случайно на карте. Группировки здесь просят положить им 300 рублей на телефон, спасти потерявшегося оперативника, обезвредить бомбу, вернуть снаряжение. Типовые задания, типа доски объявлений, но по мере карьерного роста они будут также делиться с вами ресурсами и давать уникальные тактики. На картах и в перегонах между ними вы встретите большое число возможностей прокинуть кубики. Те или иные действия зависят от характеристик героев. Забраться на гору – это ловкость, поднять тяжелый предмет – это сила, разредить ловушку – это интеллект и так далее. Чем они выше, тем больше вероятность успеха, так что есть смысл брать сбалансированную команду. А таких проверок будет полно. Добыча ресурсов, археологические раскопки, охота и даже расхищение гробниц, где надо пройти текстовый квест, где разный вариант ответа – это опять же проверки тех или иных навыков. И чем выше сложность локации, тем труднее будет получить хороший исход. Даже после боя у вас все равно будет вероятность кинуть кости. После победы у вас есть шанс переманить противника на свою сторону. При этом вы должны оказать ему первую помощь, а это значит потратить какое-то количество провизий, и кинуть кубики. А затем можно попытаться уговорить его присоединиться, и тогда он попадет в ваш лагерь. Для чего опять нужно прокинуть на красноречие? Либо сдать революционерам в тюрьму, либо взять его оружие и отправить в освояси. А можно вообще не спасать, а пристрелить, чтобы не мучился. Или не стрелять, а просто пройти дальше. Видите, сколько возможностей выбора в одной простой типовой ситуации. Home behind может выглядеть простовато, хотя на мой взгляд в ней приятная 2D графика. Но не зря тут цифра 2 в названии. Если сравнивать с оригиналом, то рост налицо. Тут есть и небольшой пролакс-скроллинг, погодные эффекты, множество анимаций для всех возможных приемов. Сюда не проникали лучи Хуанга, да тут и без них хорошо живется. Если говорить про недостатки, то это чрезмерная необузданная рандомность. Игра про оправданные риски, а уровень опасности в локациях не всегда соответствует тому, что там написано. Можно войти в локацию более сильным отрядом и все равно потерпеть поражение. А если проиграть, то все бойцы получат травмы, их надо будет лечить, а на это нужны либо медикаменты, либо провизия. Но если вы проиграли, то вы вернулись из похода ни с чем, только с полученным опытом. Уехать на соседнюю клетку, даже если она более простая, тоже нельзя. Вы можете лишь вернуться на исходную. То есть в Home Behind начало конца случается примерно по одному сценарию, и избежать его проблематично. Нет, шанс уехать в более спокойную локацию, отыграться у вас есть, но часики тикают. Другой слабый элемент игры это музыкальное сопровождение. Такое впечатление, что автор игры просто качнул треки из какого-то банка музыки Royalty Free на свой вкус, а вкус у него специфический. То тут какие-то восточные мотивы, то банджо, то внезапно Money for Nothing от Dire Straits, написанный так, чтобы не получить по шапке. Я не хочу долго это обсуждать, но просто лучше играть в своей библиотеке или вообще без звука. Но подводя итог, Home Behind это хорошая игра, которая при условной простоте своей базовой формулы развивает ее вширь. Мини-игры, короткие тесты на внимание, привязки небольшой ролевой системы ко всему этому, куча вариантов развития всего, обеспечивают то, что ни одно прохождение не будет одинаковым. Если вам нравятся игры вроде Faster Than Light, Darkest Dungeon, Curious Expedition, Shortest Trip to Earth или подобные, то обратите внимание. Тем более, что это не просто песочница, а в ней есть какой-то лор, переписки, новости, если вдруг не представляете хорошей игры совсем без сюжета. В Home Behind просто приятно провести какое-то время, посмотреть на то, как проработан мир, какие варианты выбора у вас есть, а доходить до конца или нет, это зависит исключительно от вашего желания. Ведь по своей проработанности она даст фору многим ААА-проектам, которые продаются за совсем другие деньги, и которые создают совсем другие команды. А здесь в авторах игры указано два человека. Подумайте об этом. Всего лишь два человека, которые создали всю игру от начала и до конца. Ну, не считая авторах тех треков, которые они поспешно запихнули в свое творение. Если у вас все еще остались сомнения насчет того, могут ли сейчас конкурировать инди-разработчики и крупные компании, то просто запустите Home Behind номер 2. Ну, а с вами был Virgil. Спасибо за внимание. Спасибо, что досмотрели до конца. Если вы хотите поддержать канал, то ссылки есть в описании. Ну, а на этом у меня все. Пока.